Здравствуйте! Вы смотрите Вести интервью. Рынок антиквариата в России активно развивается. Только за прошлый 2013 год его оборот составил около 2 миллиардов долларов. О настоящем и перспективах Хабаровского рынка антиквариата сегодня мы поговорим с экспертом-коллекционером Олегом Константиновым. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Скажите, Олег Олегович, в Хабаровске в принципе есть рынок антиквариата? Сколько людей активно покупают какие-то редкости? Как такового рынка антиквариатов в Хабаровске не существует. Это отдельные коллекционеры, отдельные группы коллекционеров, которые собирают те или иные виды коллекционных вещей. Антикварных магазинов у нас, к сожалению, практически нет. Если брать город Владивосток, то там на сегодняшний день порядка 6-7 антикварных магазинов. То есть люди интересуются этим видом, коллекционируют, начиная от монет, кончая иконами, даже есть ретроавтомобили. Но в Хабаровске это у нас никак не развито. Я знаю, что во Владивостоке даже есть такси, которые перевозят своих пассажиров на ретроавтомобилях каких-то. Да, есть такая услуга. И там, в принципе, очень активно развивается этот рынок, как вы сказали. А вот почему во Владивостоке люди увлечены антиквариатом, винтаж, все это в моде, а у нас в Хабаровске этого не заметно никак? Уровень культурного развития был не на сильно высоком уровне. То есть, что касается Владивостока, это был портовый город, то есть там очень много было гостей, людей, которые приезжали со всех стран мира. То есть шла бойкая торговля и процесс интереса к тем или иным вещам там гораздо выше. Ну и плюс у них более обширная, развитая инфраструктура самого города. Он тоже старый, там встречается старая мебель. Что касается Хабаровска, это практически найти старую мебель здесь проблема. А что помимо этого сейчас мешает хабаровчанам приобщаться таким вот образом к истории? Ну, дело в том, что хотя бы элементарно читать последние новости. Дело в том, что Москва, Петер и другие регионы России вкладывание денег в антиквариат, вложение, грубо говоря, там было еще при царе батюшке. То есть это все было поставлено на широкую ногу. Люди понимали, что это вид коллекционирования, хобби, приносит доход. То есть в свое время человек, купив за определенную стоимость, мог продать ее через год, через два, умножить эту стоимость где-то в пять, где-то в десять, а где-то и в сто раз. То есть стоимость на антиквариат, она не падает, в отличие от других каких-то вещей. Но это инвестиция в будущее. Да, это как инвестиции, плюс это моральное удовлетворение человека. Дело в том, что я веду рубрику, пытался вести, можно так сказать, рубрику на одном интернет-портале хабаровском, под названием «Семейные реликвии». Просто хотелось, чтобы люди, которые на этом сайте, просто выкладывали фотографии тех или иных вещей, которые у них находятся в семье, которые ими дорожат. Но дело в том, что таких людей практически нет. То есть у людей нет традиций, нет чего-то, что можно передать по наследству. Это не обязательно должны быть золотые монеты, дорогие иконы, дорогая утварь. Просто элементарная чайная ложечка времен царизма. Какая-то книжка детская времен 20-х годов, 30-х. То есть люди к этому относятся, ну не то, что сказать, наплевательски. Просто от незнания эти вещи погибают. То есть люди их выкидывают просто. Выкидываются старые фотографии начала века. То есть с фотографией именно города Хабаровска. Это очень редкие вещи. Я считаю, что это неуважение к истории, к своей прежде всего истории. То есть человек должен знать, что у него находится в семье и пытаться передать по наследству те или иные вещи, чтобы внуки, дети этим пользовались. Антикварят это, конечно, очень дорого, но в Хабаровске хватает богатых людей. Но почему они не покупают антикварные предприятия? Дело в том, что коллекционеры, стать коллекционером где-то на 80% пытаются люди с обыкновенным достатком. То есть не каждый богатый, у которого есть много денег, готов отдать определенную сумму на икону, грубо говоря. Но он не понимает ее ценности, он не понимает, что с ней делать и как дальше ей распорядиться. А вот простые люди, обыкновенный средний класс, люди пытаются, они хотят, чтобы у них дома были красивые вещи, достойные, чтобы гости приходили, видели эту вещь. Плюс это вложение, перспективное вложение в ту или иную область коллекционирования. Просто есть виды коллекционирования, которые можно взять за определенную стоимость. Через 3-4 месяца ее стоимость выросла в несколько раз, ее можно продать на вырученные деньги, взять что-то еще. А есть вид коллекционирования, он долгосрочный такой. То есть человек, вложив в нее деньги, это не значит, что через год у нее цена быстро вырастет. Нет, это надо, чтобы прошло определенное количество лет, можно даже сказать. Но это стабильный рост. Ни один банк не даст такие проценты, так как дает проценты, грубо говоря, рост антиквариата в России. Ну вот допустим, какой-то хабаровчанин, посмотрев наше интервью, решит стать коллекционером. И в какой вид антиквариата лучше всего инвестировать свои средства? Прежде чем начать коллекционировать, надо купить самые элементарные каталоги. Там проставлено определенное количество цен, то есть на те или иные виды, те же монеты, иконы, картины, серебро российское, европейское. Потому что цены разные, надо знать хотя бы элементарно, что ты хочешь. Потому что человек хочет собирать российские монеты, старые. Ну когда он выходит на интернет-сайт, там какого-то аукциона, он смотрит, что цена там может быть за миллион рублей. То есть надо определиться, что конкретно он хочет. Можно начать, ну попроще, брать там медь, медные монеты, там начала 19-го, 18-го века. Как бы это доступно, в среднем монетка может доходить там 500-600, там 1000 рублей. Все зависит от состояния монеты, еще раз говорю. Для этого нужны каталоги, для этого надо читать человеку. Очень много на рынке сейчас подделок. Много ли в Хабаровск попадает подделок, антикварных каких-то вещей? Дело в том, что я уже говорил, что рынок антиквариатов в Хабаровске не сильно развит. Но бывает, что всплывают копии, даже можно так сказать не подделки. Подделки это так грубо, копии. То есть в наш век, да, высокотехнологически, то есть подделать какую или иную монету, в принципе, не составит труда. Но дело в том, что имея каталог, имея каталог, да, где обозначен вес монеты, ее диаметр, очень качественные фотографии, да. То есть человек может даже просто имея электронные весы, положив монетку на весы, глянуть какой ее должен быть вес, диаметр, да. То есть можно отличить, элементарно, в принципе, можно отличить подделку. Но опять же, если есть подделки более высокого качества, то есть это делается и за рубежом, и наша доблестная сосед наша, это Украина. Мы очень славятся качественными подделками, то есть отличить не специалисту бывает проблематично. То есть, ну опять же, для этого есть интернет-форумы, где люди со всего мира общаются. То есть можно взять монету, сфотографировать перед покупкой, выложить на определенный форум и попросить, чтобы люди атрибутировали ее. То есть да, это займет 2, 3, 5, 10 дней, но люди выскажут свое мнение, то есть как бы... И, в принципе, на 99,9% можно дать заключение, что подделка это или нет. Ну а в Хабаровске вот вам в руки лично попадали какие-то подделки? Это очень много, то есть люди привозят, едут отдыхать в Юго-Восточную Азию, в Китай, в Европу. Дело в том, что пользуются спросом на сегодняшний день, да и как раньше, да, активно пользуются спросом, это российский антиквариат, то есть царского периода и Китай. Китай, конец 19 века, потом очень дорогие изделия, это Китай 30-40-х годов Китайской Республики. То есть обыкновенные фарфоровые статуэтки, но и уходят на аукционах на американских, да, 10-15 тысяч долларов. Да, это очень дорого. То есть даже если брать просто в самые дорогие гостиницы, которые находятся в мире, да, они обставлены китайским антиквариатом. То есть это очень престижно и очень дорого. Но наши соотечественники, которые не разбираются в этом, едут в ту же Польшу, Украину, Китай, им продают за, в принципе, для них приемлемую цену, ну, может быть, там 200-300-500 евро, 1000 евро, да, для человека, у которого есть деньги, в принципе, это не такая большая сумма. Он покупает ту или иную вещь, думая, что это оригинал. Тициан за 1000 рублей. Да, то есть приезжая в Хабаровск, мне показывают эту монетку, да, там, или какую-то там вещь, я ему говорю, что, извините, у вас просто фейк, это подделка. Да, человек, в принципе, расстраивается, я говорю, ну, в следующий раз будьте осторожны на покупках на облашенных рынках. То есть для этого нужны специализированные аукционы, да, где ваша вещь перед тем, как ее выставить, даже перед тем, как внести ее в каталог, ваша вещь отфотографируется, то есть производится фотофиксация, над ней работают эксперты. То есть после того, как вещь та или иная признана оригиналом, ее вносят в каталог, то есть каталог продаж и вещей на интернет-аукционах. После этого она только выставляется на интернет-аукцион. Хотя бывает то, что и на западных аукционах всплывают подделки под русскую живопись, русское серебро, которые пользуются большим спросом, также иконы. А расскажите, сколько вот предметов все-таки в вашей коллекции, их вообще возможно сосчитать или вы никогда не занимались? Да я как бы, если честно, я не занимался подсчетом, потому что дело в том, что сегодня два предмета ушло, да, на эти деньги я, например, взял там еще какой-то предмет, да, себе. И потом мы, среди коллекционеров развит обмен, то есть не у всех есть наличные деньги, да, и это как, ну, грубо говоря, как в детстве, менялись жвачками, да, то есть оно, в принципе, и осталось, это у коллекционеров. Обмен, то есть если какому-то коллекционеру попалась икона, но он ее не собирает, этот вид вообще иконы, он собирает монеты. А мне попались монеты, то есть которые мне практически как бы неинтересны. У нас происходит взаимовыгодный обмен. Олег Олегович, спасибо за очень интересную беседу. Пожалуйста. А я напоминаю, что о рынке антиквариата в нашем крае мы говорили с известным хабаровским экспертом Олегом Константиновым. Вы смотрели Вести интервью. До свидания.